В Институте впечатлительной математики и информационных технологий КФУ прошел Всероссийский диктант по информационным технологиям. Сотрудники тоже могут участвовать и проверить свой уровень цифровых информации. Для нас это тоже важно. В Казанском федеральном университете состоялся день открытых дверей и праздничный концерт для новоиспеченных студентов. Старшие поколения наших студентов дают концерт молодому поколению, передавая им эстафетную палочку. Эксклюзивное интервью с участником межконтинентального заплыва через пролив Босфор Дмитрием Егоровым. Я хорошо готовился не только физически, но и теоретически. Смотрел различные видео на ютубе бывших плацов, кто хорошо преодолел эту дистанцию. Смотрел карту течения, все изучал. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Надежда Дик. Выпускник Казанского федерального университета был назначен министром по делам молодежи Республики Татарстан. Им стал Тимур Сулейманов. На этом посту он сменил Дамира Фатахова, который получил должность заместителя руководителя федерального агентства по делам молодежи. Напомним, до назначения на пост министра Тимур Сулейманов занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи Татарстана. Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям прошла в Казанском университете на базе Института вычислительной математики и информационных технологий. IT-диктант приурочен ко Дню программиста в России. Праздник отмечается ежегодно в 256-й день года. IT-диктант – это возможность оценить уровень компетенции участников владения базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Он проводится уже с 2018 года. В этом году создатели решили добавить новый уровень сложности ПРО. В акции может принять участие каждый, кто хочет проверить свои знания. Реализуется IT-диктант в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Организатором выступает Департамент информатизации Тюменской области. В IT-диктанте 32 вопроса. Тест представляет собой набор заданий разного уровня сложности по разным цифровым компетенциям. От простого владения поиском в интернете до каких-то более сложных навыков в плане программирования. У нас участвуют студенты как начиная с первого курса до четвертого курса и в том числе и нескольких сотрудников участвуют. Сотрудники тоже могут участвовать и проверить свой уровень цифровой программы. Для нас это тоже важно. Вот и студент второго курса прикладной математики Института вычислительной математики и информационных технологий Рустам Пахрудинов решил испытать свои силы в IT-сфере. Даст понять свои возможности на каком-то уровне и в каком направлении двигаться дальше. Настроен проверить свои знания, если получится, даже на победу. Результаты сертификата участники IT-диктанта получают сразу по окончании теста. Энджимини Баева, Фарид Захидоглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялся день открытых дверей и праздничный концерт для новоиспеченных студентов. Подробности в сюжете нашего корреспондента Роберта Хасанова. На первом курсе хотелось во все коллективы. Даже танцевать захотелось. И петь, и играть в КВН. Именно на такой ноте ведущие начали праздничный концерт для первокурсников. В программу мероприятий вошли золотые номера лучших творческих коллективов Казанского федерального университета. На сцене концертного зала Уникс показались самые разнообразные номера. Вокал, хореография, стендап, театр мод и даже театр теней. Помимо ярких номеров студентов на праздничном концерте с торжественной речью выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Старшие поколения наших студентов дают концерт молодому поколению, передавая им эстафетную палочку. Прежде всего я хочу поприветствовать всех наших первокурсников, наше хорошее пополнение. Хочу сказать, что в этом году на первый курс Казанского федерального университета были зачислены более 12 тысяч человек из разных регионов нашей большой страны. Цель мероприятия – устроить первокурсникам экскурсию по студенческой жизни, познакомить их с департаментом по молодежной политике, студенческим клубам и штабом студенческих отрядов. Так студентам дают понять, что КФУ дает возможность первокурсникам раскрыть себя практически в любой сфере. О ярких годах студенчества первокурсникам рассказал и новоиспеченный министр по делам молодежи, выпускник Казанского государственного университета Тимур Сулейманов. Есть такое понятие, как университетский человек. Это человек, который умеет мыслить системно, мыслить глобально. Я искренне вас поздравляю, я за вас очень рад, что вы есть теперь здесь, в Казанском университете. Вы университетские люди, прочувствуете просто это. Это еще и большая ответственность – нести это большое звание. Ну и Казанский университет я поздравляю с такими классными, крутыми первокурсниками. Помимо выступлений в середине праздничного концерта ректор Казанского федерального университета вручил студенческие билеты, зачетные книжки и фирменные шарфы первокурсникам-призерам и победителям всероссийских школьных олимпиад и стобальникам единого государственного экзамена. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. Из Азии в Европу вплавь за час-десять минут. Интервью с участником межконтинентального заплыва через пролив Босфор заставит начинающих пловцов поверить в свои силы. Какую дистанцию преодолел сотрудник Казанского университета – смотри в нашем сюжете. Живописные берега Босфора привлекают в Стамбул туристов, в том числе и спортивных. Лишь раз в году пролив полностью перекрывают для судоходства на два часа, чтобы провести межконтинентальный заплыв длиной в 6,5 километров. Я хорошо готовился не только физически, но и теоретически. Смотрел различные видео на ютубе бывших плотцов, кто хорошо преодолел эту дистанцию. Смотрел карту течения, все изучал. Все боялись, а вдруг вот я прыгну, а мне кто-то уже там сзади прыгнет и на хребет прям. Но в итоге такого не было. Попасть из Азии в Европу вплавь можно в среднем за полтора часа. Но победители укладываются в 45 минут. Опытный участник после старта ищет короткий путь к середине пролива, где его подхватит течение. Около 5-10% пловцов, не справившись, сходят с дистанции. Преодолеть непростой маршрут удалось сотруднику Казанского университета Дмитрию Егорову, около года занимавшегося плаванием в оздоровительных целях и в июне впервые вышедшему на открытую воду Казанки. Мой результат час 08 при лимите времени 2 часа. То есть это, конечно же, не топ уровень, но я думаю, для первого раза, учитывая, что это был, по сути, второй старт в моей жизни на таких соревнованиях, то достаточно достойно. Я считаю, если сравнивать с прошлым годом, со знакомыми, я, в принципе, даже проплыл лучше, чем они. Это не то же самое, что в бассейне, но сейчас, знаете, просто была такая волна эмоций, что, наверное, она просто съела все, все вот эти какие-то физические недомогания, физические испытания. Просто даже не могу вспомнить, чтобы я испытывал какую-то физическую боль после заплыва или усталость. Просто эмоции все перекрыли и дали мне дополнительную энергию. Говорят, попробовать свои силы на Босфоре может пловец, способный преодолеть 2-3 километра за одну тренировку, получивший рекомендации тренера и врачей. Дмитрий, получивший диплом участника, доказал своим примером. Главное – регулярные тренировки и боевой настрой. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Центральный банк России поднял ключевую ставку до 6,75% годовых. Повышение стало уже пятым с марта этого года. Что влияет на рост и закончился ли цикл повышения ставки в этом году в нашем сюжете. Ключевая ставка является одним из важнейших инструментов, с помощью которых Центральный банк влияет на темпы инфляции. При этом у Центрального банка есть так называемый таргет, то есть цель по уровню инфляции, которую Центральный банк считает приемлемым. Сейчас этот таргет, эта цель по инфляции установлена на уровне 4% годовых. И когда инфляция оказывается выше, чем 4%, Центральный банк старается, ну так скажем, пригасить немножко инфляционную спираль, для чего повышает ключевую ставку. В результате повышения ключевой ставки деньги становятся менее доступными, они становятся дороже. Снижается объем кредитования и, соответственно, снижается объем дополнительных средств, поступающих на потребительский рынок. Поэтому чем выше ключевая ставка, тем меньше возможностей для роста цен и наоборот. Необходимо подогреть экономику, простимулировать спрос, тогда ключевая ставка снижается, как это было в предыдущие несколько лет. А соответственно, повышение ставки в этом году – это ответ Центрального банка на высокую инфляцию. И пока инфляция не начнет стабильно затормаживаться, снижаться, Центральный банк не вернется к политике снижения ключевой ставки. Тем не менее, трудно сказать, закончится ли цикл повышения ставки. Это зависит от того, какие результаты по инфляции Центральный банк увидит в сентябре и октябре. Другими словами, если инфляция начнет снижаться, то дальнейшее повышение процентной ставки не будет осуществляться. И наоборот, если инфляция будет продолжать оставаться на высоком уровне или будет расти, то возможно дальнейшее повышение. Елизавета Никитина, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!